Еще один оригинальный способ заработка на своих гражданах придумал Национальный банк Таджикистана. Регулятор постановил выдавать посланные мигрантами рублевые переводы исключительно в национальной валюте. Так правительство сможет получить на разнице валют до 50 миллионов долларов, не ударив палец о палец. Не секрет, что официальный курс Самани не соответствует реальному. На черном рынке таджикская валюта продается значительно дешевле, чем пытается себе это представить Национальный банк. Исходя из курсов официального и реального, только за счет разницы курсов получателей денежных переводов недосчитается от 2 до 3% от отправленной им суммы. И если посчитать, что в год мигранты переводят на родину более 2 миллиардов долларов, то заработок таджикских банкиров составит почти 50 миллионов, которые просто не дойдут до 7 мигрантов. Национальный банк, конечно же, эти подсчеты опроверг и заявил, что разница составит только 5 миллионов долларов. Однако позднее представители регулятора и вовсе поправили, сказав, что меняют деньги по некому очень выгодному курсу. Якобы его и применяют все кредитные учреждения республики. Однако с сегодняшнего дня принимать рублевые переводы в Таджикистан перестали уже в самой России. То есть в республику будут поступать или Самани, или евро с долларами. И первый и второй вариант опять же выгоден именно Национальному банку Таджикистана. В первом случае он будет продавать Самани российским банкам в обмен на рубли, опять же получая курсовую маржу. Во втором в страну хлынут доллары, которые так необходимы республике, чтобы удержать девальвацию нацвалюты.